Отправили только пять бойцов, лучших, что у нас были, но, к сожалению, не удалось. Главное не сдаваться. Погнали. Какая-то... Это, кажется, заброшенный город, типа... Да... Мрачное место. На этой карте, кстати, они хорошо работают, потому что всегда есть возвышение. Над нами мостом, еще дома и всякое-всякое. Чтобы поближе подбежать. Они уж не видят меня сверху. А, соответственно, чем ближе я нахожусь, тем выше вероятность, что мы попадем, когда начнется движуха. Мало того, что у вас базовая точность есть, еще же учитывается дистанция. А, и там вторая пачка еще идет. Капец от народа. Они уже числом меня догнали. Я к тому, что если даже я вот пули их вот таким вот образом... Давайте поаркадим немножко. Раз. Здрасте. Им же еще нужно как-то забраться, правильно? А-а-а-а! Один со спины будет забираться. Я понял тебя, гад. То есть тут надо будет немножко разделиться. Ну, поставить поближе к входу, к заднему. Парочку бойцов. Ну, ё-моё, вы дрону вот так вот будете царапать. Хватит. Ладно, сейчас сзади приходят. Мне жбан просто... И никто не стрельнул! Миллион людей на Overwatch стоят, никто не стрельнул. Вахтер только спустя... Да, шифтинг. Ну, надо было вставать нормально, блин. Не мискликать. Он тебе виноват. Стоит на Overwatch. Думает, блин, о жизни. Ну, что это за... Мать, переймать. Еще один забирается. О-о-о! Решил с другого, да? Мы его телепортировали, чтобы дом не было выстрелить. Так вот, минус первый пак. Что могут? Ой, сектует сразу на крышу такой, домушник. О-о-о! Офигел! Это он, конечно, зря. Интересно, сдержим ли мы... Натиск врагов в таком количестве? Если будем средний урон без крита наносить, то не сдержим. Так я вам скажу. Чик-чик. Ядро Иллерия тоже лучше. Поднимается один, флангует сразу. Вопрос, убьем, не убьем. Четыре... Ну, кто-нибудь выстрелите! 64, здрасьте. Ой-ой-ой. Сранение. Ну, ребят, ну давайте. Вас там четыре человека на оверах. Хорошо. Лезут ведь, лезут, гады. А, сейчас пролетит, мне кажется, заят. Красный туман не включил. Ой, нет, это нарывкевец. Поэтому... Нет, не нарывке. Хьюстон. У нас проблемы. Граната! Ай, молодец. Всегда восхищался твоей тактикой. Ну что, остался там один человек, кроме... Кроме этого, которого мы сейчас, типа, будем пытаться убивать. 92% Ну, Акатерина продержится три хода. Вон, она заходит. Пять. Хватит? Не хватило. Там вроде гренадер. У него шесть их топ, что ли? Ну, кто-нибудь. 60. Еще кто-нибудь. 60. А, спасибо. Ладно, прошли ранения, вытерпим. Хрен с ним. И подходит первая миссия. Уничтожь третранслятор. Найдите улику. Но это улика, не освобождение региона. Это улика, типа, ивент на карте какой-то. Не-не-не, это уничтожь третранслятор. Это у нас максималка. Есть у нас взрывоопасная штука рядом с третранслятором. Это уже большой плюс. Надо, конечно, к нему добраться, попытаться максимально аккуратно, чтобы не спулить никого. Поэтому я обхожу. Мимо мирного надо проходить. Сюда ориентировочно забираемся. Ну, опять вот этот вот рон-дон-дон, который блокирует нам проход. Можем влево уйти в целом. Плюс на этой миссии, напоминаю себе и вам. У нас ИВАК по запросу. Ну, может, кто-то откуда-то вылететь и все. А ходов у нас так достаточно. Десять ходов. Ну, девять уже получается. Взрывоопасная тема раз, взрывоопасная тема два, взрывоопасная тема три. Дрон выходит сзади. Не факт. Обнаружен. Вот, о чем я и говорил. Погнали, блин. Царапина. Еще по кому-то стреляем. По кому-то стреляешь? Да он уже умер. Да что это такое вообще? Сейчас же пул будет следующих, а вы уже все расстреляли. Не, не все. Есть ранение еще на троечку. Так, здесь дезориентация офицера. Желательно дезориентировать этого еще. Но, что-то мне кажется, для этого нам нужно потратить две гренки. Но придется тратить две гренки, потому что подставляться толпой под чувака, который может тебя дезориентировать, это тоже плохая идея. Но я не вижу, кто может добежать. Да, давайте, прям влево рашим. Ой, не помню еще, какой из них нормальный, какой не очень. Давай-ка, здесь мы закидываем дезориентацию одну. В идеале, конечно, дезориентацию надо закинуть еще на левого, но кто там до него достанет? Никто не достанет. Да как опять-то? Ладно, все, справедливо, что он в 80 не попал. Это фланг. Это фланг. Это фланг, по их мнению. Полукавер опасно. Ай, выжили нормально. Теперь главное, чтобы сектоит глаза, да ничего такого не сделал. А мы его взорвем на следующий ход. На следующий ход. А он зомбаря поднимает. Ай, ты мой маленький, хорошенький, лысенький. Так, не забудь про овер. Его сначала бы сбить чем-нибудь. Ну опять, смотрите. Этот за кавером, этот за кавером. У этого желтенький такой щиток. Вот так вот. Слушайте, я не буду вообще выпендриваться. Я посмотрю, кто может флангануть. Кто может добежать. Флангануть может только один. А все остальные будут закидывать гренки, видимо. Ну здесь мы сектоиды все-таки, чтобы ход сэкономить. Блин, а здесь я не флангую ни хрена. Фрегаут. Бах. Сможем ли мы четыре хита с фланга снять? Вероятность хорошая, конечно. 3-5 плюс 30% крита. Хорошо. Это офицер минус. Соответственно, здесь, наверное, мы взрываем с сектоидом. Вместе с зомбарем. Ну, а бранец получил повышение. Тут я флангую одного. Ну, флангую двух, убиваю, скорее всего, одного. Надеюсь. Хорош. Ну, снять пять хитов у него от двух до пяти. Вот. А у винтовки урон 3-5. Как бы мы тут минималку наносим спокойно. Оп. Правда, лутом мне... 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 Мне лутом не дали. По передатчику мы можем стрелять без особых проблем. С максимальной точностью. Но лучше встать за каверы. Вы помните, как выходят паки в лонгворе во втором? Они могут сразу тебя начать стрелять. По тебе начать стрелять. О, сейчас, кажется, отнимем уже. Да. Да, это неадекватное отображение хитов. Каких только багов в лонгворе нет, блин. Каких только багов здесь нет. Это где они? Не факт, что постреляют. Ну, понятно. Ай-яй. Да, здесь баг. Так, ну что, мы уходим всеми? Кажется, уходим. Все, я напоминаю, что на этой миссии у нас было 7 леммингов и специалист. Задача не просто выполнена по прокачке леммингов, но и миссия выполнена. Еще интересный баг, когда и ваг не вызывается на картах типа метро. Ну, да, он на некоторых местах не вызывается. Анимация проходит еще очень неприятно. Я сталкивался уже с ним. Он просто не появился, ну, из-за того, что ты там его вызвал не в том типа месте. Так, и здесь побег. Эта миссия посложнее, на мой взгляд. Качаем бойцов. Раздаем им первичные звания. Шесть человек всего лишь, да, здесь? И здесь сторонник сопротивления. Сколько? Трое. Эвакуация в попе мира, как обычно. Эти подходят, да, барсуки? Может, их сначала принять, перед тем, как... Может, их попытаться принять. Ну, то есть, кинул бы так гранату. И посмотрел, что будет. Погнали. Не вижу урон по третьему. Надеюсь, что я нанес все-таки его. Да, нанес. Ну, все, пожалуйста. Сейчас мы с хорошей вероятностью эти хиты у них снимаем. Я не хотел просто прыгать, потом еще смотреть, что у нас там. Ребята, ну, нужно попасть хотя бы разок. Там 40-50% у вас есть. Пытайтесь, пожалуйста, хотя бы поцарапайте. Так, минус один. Это мы не видим, да? Видим рейнджером. Это очень хорошо. Но он стреляет очень плохо. Так что я, пожалуй, кину еще одну гренг. Ну, зачем мне возможные фланги? Не понял это, что за гренг была. Почему он не умер? Здесь сиктоид выходит в охрану. Три человек. Блин, может из спины выстрелить. Ай-яй-яй, плохо. Убиваем сиктоидов. Встаем пока на оверы. Да как так ты? Додж, 11% сработал. Рассчитываем на то, что он метнется. И я по нему постреляю, попаду. 70 мимо. Ну, понятно, короче. Все, молодцы, ребята. Капец. Как поднимается еще. Это остатки первого пака. Там еще два человека внутри. Одного самого-самого не очень отправлять. Блин, Аркаша, тебя жалко. Да, Аркаша идет вниз. Да, он, конечно, флангует. Но я не хочу его подставлять. Надо сейчас оставить тех, у кого... У кого хотя бы защита есть, здоровье. И все, и убегать. Возможно, даже не пытаться сражаться. 1%. Да ладно. Чуть 1% не прокнуто. Гранатометчик плюс обычный. Летят сразу на моих... На моих леммингов. Новых. Ладно, нам в эту сторону, правда, убегать. Но лучше было бы, конечно, чтобы их не было по пути. Просто они могут сейчас спрятаться. А, нет, не спрятались. Так, отступаем. Совмещаем отступление с убийством. Вот этот лут надо было взять. Аркаши возьмем. Это раз. Красиво. За них пока дают экспу. Аркаша берет здесь лутецкий. Мы не все равно расширены. Или сбегать за лутом тема. Но этого-то мы убьем. Там дуплет спокойно убиваем. И плюс страховка есть. Убегаем леммингами раз. Убегаем леммингами два. Убегаем леммингами три. Почти все успевают эвакуироваться. И Русбрейн попробует взять все-таки лутецкий через стенку. Не, не берется. Ну, это тоже такие вот особенности механики, слышь, баги. Ну, какого черта? Сейчас вот рискнул из-за этой попытки. Мне надо было стенку оббегать полностью, представляете? Сейчас придется... Ну, это уже риск. То есть там полукавер, и человек может на меня выйти. Уходим. Да, не обошлось без ранений, к сожалению. Но... Штурм был довольно непростой. Учитывая, что пришлось в результате сражаться со всеми. Неужели фланг? Фланг. Нет, Аркаша! Так истекает. Хорошо. Не умер. Не умер, не умер, не умер. Ну, я неправильно... Ну, я не знал, откуда он выбежит. Сверху ли? Сбоку ли? Да, Аркаша. Ну, хорошо, не потеряли. Он отправился дней на 40, учитывая, что у меня госпиталей нет. Разбойное нападение. Ладно. Ну вот, первый месяц ни ученого, ни инжайя не получил. Такое крайне редко бывает, и это очень плохо. Итак, разбойное нападение. Разбойное нападение, считаем количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Эвак мега далекий. Ребята, миссия будет крайне жесткая. Крайне. Надо прям рашить, бежать. Я добавил, конечно, пару ходов до подкреп, но... Внутри еще ходят. Дверь открылась, закрылась. Да, слева все-таки люди. Офицер. Два человека, а ченщи, смогут мне в спину расстрелять с бойцов. Промах 57. О, нет. Не стреляют. Хорошо. Так, ну, здесь я бы уже начал с врывашек. То есть мы прям идем четко. Взрываем, убиваем, в том числе ниндзи. Потому что... Потому что нет времени объяснять. Потому что мне надо убить всех, стащить шесть единиц и вернуться еще домой, блин. ХЗ как? А как вы, а... Не понял. А это что такое? С чего это вообще? Я не понял. Причем даже не экономить. Потому что гранаты мне дают темп. Минус лут, но здесь важнее миссию выполнить. Отличная граната на минималку. 35. Ну, давай на рандом. Понятненько. Не вижу другого способа, кроме как рассекречивать ниндзю. Увы. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Это плохо. у него нет ну значит надо не заставать вот так и пытаться расстреливать флангах там нет кавера просто никакого да я понял тебя ну дрон не считается за отдельный пак так этого мы можем даже прошить следующий ход все пошло хорошо сейчас главное сейчас да не паникуй ну алиска ну ты чего стреляет по ниндзя full cover 30 процентов попадает ну последний пак плюс дрон скорее всего так надо прямо врываться сейчас эти ведь эти врываться этого мы убьем ниндзи точному не не точно 96 процентов хорошо это мы флангуем убиваем отсюда вот можно взять главное чтобы он сам не не огрызнулся нам побежал ну ребят 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 надо попадать надо попадать надо попадать вы чего давай 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 да вы что да вы что 60 40 40 сейчас фланг же будет капец ты тварь а давай здесь так опасно все равно я до сюда не доходил остальные убили пока хорошо все готовимся врываться двое-трое идут на крышу так забираем раз забираем 2 забираем 3 осталось по сути две точки выходят ладно мы все на оверах мы готовы сражаться погнали мажем ну 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 еще 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 хорошо царапина еще 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 двое в мою сторону побежали минус офицер лут и овервотч сразу так внимательно сейчас их четверо их четверо подкрепа через три хода открываем так ребята я пока не могу поделиться с вами этой информацией но это очень круто так дмитрий михайлов пытается уйти здесь мы прикрываем так дальние нас особо не видит кроме ниндзя никого не видит но нельзя маневренный он не раненый если попадет то убьет 96 мимо баллен нет ты конечно 64 попадешь не заранен но не убит фух но миссия оказалась непростая потому что пришлось самому началом пришлось самого начала терпеть мы получили два ранения ладно целом неплохо черешенка это другая посветлее но даже послаще одно ранение оказывается всего одно ранение но это ниндзя он на 20 дней уйдет с тремя хитами анджела анджела ну как же ты с такой фамилии то так пытаемся второго ученого взять на халявной миссии два бобранц два бобранца миссия аркадная эвак не так далеко крыши вижу перед собой будем смотреть так тогда влево пытаюсь идти но это два пока из трех я не знаю где еще пачк эти идут на меня могут спулить уже сразу да и минус нельзя понятно все молодцы ребят вообще пошли в нужную сторону все три пака здесь было дальше ученым отступать два овера я пытаюсь сначала сорвать овер этим они где надо бежать пытаться на ивак причем как-то по-хитрому чтобы чтобы тебя не увидели сука 50 процентов попал но вот до аркадной миссии они уже здесь более ну как они это делают вообще минус нельзя 1 1 нельзя минус ну три пачки вот не было бы хотя бы змеи могли бы уйти попали в засаду а там было опять 17 процента вот что то такое да 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 сразу пул блин офицеры дрон офигеть это очень плохой старт ну потому что я не убиваю ни одного не второго и ладно мы офицера можем оглушить с дроном то че делать тут 46 как бы карта нет блин плохо очень плохой старт а если его а если его глушит как раз специалист идет у точно точно смотрю на пак справа тут обычно справа слева вокруг сразу паки паки паким не вижу справа смотрю слева вижу слева змея ос смотрим змея пулит мы мажем да я видел блин хоть черешнику ешь а еще минус три кита номер сразу но дрон желательно оглушение да вот кстати без пицца то здесь был бы спартаковом восстановление все до свидания давай в этого 50 авто вера верный выстрел да только у тебя патронов нет ну хорошо перезарядка есть одно хотя бы 73 но пытаться добить ее нужно я бы хотел его сначала нельзя увидеть здесь мы в любом случае сначала убиваем этого многострадального офицера лучше штурмашей я тут пока не очень не придумал то есть как бы два человека которые могут справиться ну по крайней мере нейтрализовать может и стоит сейчас ниндзя ворваться для того чтобы нашим было проще о кавер снял молодец какой ай молодцы да вот они заодно и они здесь могу под помочь блин прекрасно эту миссию от от отыгрываем пока что и лутецкий собираем сейчас нам два штурмаша с ран и ганом вместе с низи врываются еще класс одним кидаем гренку вторым подхожу поближе фланга тут не будет на следующий год будет попроще здесь собираем соответственно 2 рултецкий и вообще чистенько миссию проходим несмотря на старт хреновый и довольно опасных врагов все кто должен работать работают так как надо здесь пока я не а почему нет помоги помоги гренка он к тебе соответственно не попадет скорее всего ты под фулкавером тем проще его резать убивать будет в следующий ход находит а подкрепа уже я немножко завтыкал ранан ганда беги сюда ранан ганда иди сюда и выстрел 2 и вот этих товарищей нужно эквипать прям нормально старую же актуальны что их всего двое максимум трое на на миссиях но миссии идут постоянно то есть ты регулярно можешь столкнуться с проблемой и спасти если что уже никак то есть тут реально тебе приходится сражаться падает первая группа один черный другой синий не один милишник другой черный этот опасный товарищ с мечом который реаксит говорит год не заходил на гг майкер все в x кома так это же 2 x ком мы же ой год и ой там сколько по варкаута прошло всего ой ой ты приложение наверное тоже не застал наш новый у и факт что и 2 час а не факт что 2 дезориентирую дезориентировал хорошо молодец так еще протокол помощи пожалуйста потому что это единственная цель к совет горитого вовремя зашел от победный то это победный последний и 1 вот так вот совпало не должны дойти один может постреляют но милишник не должен добежать он хопа такой и побежал дальше все валим сам южник неоднократно говорил что несмотря на то что эти миссии типа с низкой вероятностью и и плохо что там засада все дела это все равно опыт причем ты не тратишь время на проникновение то есть те просто ставят перед фактом что ребят нужно спасти и 4 человека вылетают и мало того что вы выполняете эту миссию так еще и ну прокачиваете бойцов не только тех которых послали но и тех кто пошел спасать эвакуация випа один инженер но это рандом я сделал много нимбс была только одна миссия и зафейлил не смог увести чтобы никого не смог увести второй инженер нам очень нужен надо пытаться выводить большая крыша неплохо но дальше проблема дайте еще два ходика пожалуйста как-нибудь но ясно откуда они здесь появились вообще ясно ну мирно никуда не убегает это понятно бегом царапина уже плохо они нельзя должен ждать иначе его заберут тоже да флангу инсекто это я рискую я пытаюсь разменять ниндзю знал блин еще кого-то спулил два человека жесть ну ясно прошелся по всей карте просто гага минус лемминг минус минус промах держись ну там тот не тот не добегает в два хода мне хотя бы этого спасти паника пошла да это плохо он не сопротивляется данным на данном этапе паники никак контроль без кавер еще встал но я не видел там есть кавер нет к жалко уже вторую миссию мало того что мне не дают нормальные миссии на ученых инженеров так еще и пока не везет на аркадных миссиях жалко ну я прерываю операцию собираюсь из группы пытаюсь справиться а там же босс еще будет и у меня там даже не никто не назначен я даже не успел туда снайп от назначить алло это такая подстава просто просто может забить реально там еще говорят убийцы это это логотип убийцы но я здесь остаться могу просто и главное за что за что нет снайпера понятно тверд просто дезинформировал ну чё ребят удачи нам в этом нелегком заступник раз рейнджер 2 рейнджер 3 специалист гранатометчик ну что вы готовы сейчас будет зрелища блин будет просто триллер ох на часик судя по картинке мы опоздали да мы в дерьме так мы на крыше я знаю хорошо это плохо вижу о передатчик передатчик в открытке просто там поле поле нет да ну нафиг вы чего кто в беседке ставит передатчик вы чего ой кого я тут пытаюсь присоединить ё-моё ребята пикник устроили он бочки беседочка такая ой дебилы капец в индию не летать больше никогда но это жопа не должно было быть сейчас этой миссии вообще не должно было быть по логике что у него о сильных сторон пока нет более легкого выше с высокой позиции противник жнецы отлично а я как раз не взял жнеца тут вообще опасно одна броня и еще три пачки плюс потреб и как вам я не вижу уже пак справа мне нужно выходить сюда куда-то подсвечивать пытаться так они ушли ведь это мой шанс марш-бросок сделать марш-бросок конечно три пачки вокруг ты марш-бросок делаешь вот уже спулил я там одну клетку не пожалуйста взрывать 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 и воевать это раз кайм пробуем блин мне сейчас снайпер будет насиловать сзади извините конечно за мой французский но по-другому как-то не поем не поворачивается язык сказать ну потому что я во фланге у него либо мы всех здесь убиваем он никого не видит очень хорошие грянки могут зайти сейчас первые же если удастся центрального взорвать например будет очень хорошо двумя рейнджерами например так спокойно так давай погнал взрыва нет но я все равно сюда закину дым да вы издеваетесь тут как как игра ой кажется рано в лунгор начал играть ну что это такое вы посмотрите как как ты можешь вообще кидать так дым вообще как почему здесь он есть здесь он есть здесь его нет как как охренеть блин что что это такое вот ну как но по логике он должен спокойно накрывать раз этих накрывает значит этих накрывать тем более они вообще без кавера здесь стоят в смысле без кавера для дыма а тут как будто такие клетки с этими с текстурками на которые ты мало того что дым кинуть не можешь так еще он не работает не действует на него вот он меня начинает сзади уже месить прибегает второй пак из трех пересектоида гранатометчик над леммингами начи срываться если ты тут тебя тут просто очень тут все очень просто хорошего ли там под гримки стали есть молодцы два раза попали все еще у из другого кола же царапина доги 20 процентов у так нет 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 выжил кстати как хорошо так очень не забудь полная причем готовность его нельзя игнорить тихо тихо вы взял прям так давайте наверное я попробую заступником стартануть раз я уже разок стартовал заступником так вот этот флангую просто получаю неуязвимость и 62 серьезно тебя сейчас действует сапресс игра игра на него он ушел из-под огня из-под зоны которые под сапрессом на на обилке и на него действует все еще сапресс но не может он стрелять так широкое подавление широкую на широкую охренеть блин выстрел ну у него один хит как бы там если попадает в любом случае убивает не попал был высокий звук на удивление все с богом друзья походили 5 убили 4 активным двое из них дезориентированы третий босс давить он потратил пол хода чтобы переместиться и стрелять да 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 по заступнику стреляет неизвимого но ой 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 как же тебя забайте лину басина тупая а о хорошо так что нет ни следующий пак хорошо стреляют пока по передатчику конечно передатчик опасен но убери пытается идти а и уходит кажись стоит сраный извините о пошла пси паника ой как страшно мне там у каждого второго дезориентация есть так миш не расслабляйся еще третий пак подкрепа ты пока не дошел до передатчика здесь надо с дробаша пытаться передатчик держись кстати в жизни то мало передатчик и вот он третий пак ну понятно 2 это кто такой огнеметчик хорошо ну все основной пак будет пытаться с этими справиться главное чтоб они отлично все возможно разделимся даже подкрепа скоро овервотч у у босса спокойно миша спокойно спокойно ребят все нормально будет сейчас мы разрулим лемминги отдельно эти отдельно фланг это не только возможны крит и хороший урон но и но и пол действия от противника что очень очень важно попали с критом повезло хорошо вопрос как будем разбираться с этим паком сюда гренка потому что ракета смотрим кто может пробежать ты можешь пробежать пробегаешь всем человек активно блин пулеметчик гренка давай сейчас может еще 2 достанет дезориентации этого можно взять полу кавры здесь бы дым еще накинуть слишком высокий шанс у врага попасть кавер нет заборчик то сняли есть считается а дебют пристрелка же мне я могу его так убить а зачем тебе его так убивать вот так ну и не надо тогда бежать нельзя все нормально верным ты его 90 процентной вероятность убиваешь целом хорошо там нет массового уже товарищами пока кстати никто не умер никто не умер только одно ранение у специалиста здесь очевидно с дробаша убиваем этого сектоида ну хорошо мы справились с тремя паками в под под первую подкрепку это очень радует кажется щеглам прилетела подкрепка там минимум четыре человека 4 там вообще максимум из десанта два черных стрелок и а я далеко еще блин я далеко я не могу сейчас и помочь они прямо у босса прям где в тылу похищает есть такая у него белка надо было в этот момент его пытаться стабилизировать попробуем выгнать его оттуда хотя надо было сначала флангануть вот этим товарищем убить почему они выстрелы сначала такой дурак вообще не менее он почти подставился режем его ниндзи возвращается назад хорошо у нас есть возможность его снова с этой позиции пострелять загоняем 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 крит 10 процентов из пистолет сработал сейчас еще из винтовки о нет капец повезло пробую оттуда согнать именно в эту сторону не знаю как он работает он смотрит где я или смотрит откуда его ударяли смотрит где я погнали главное его оттуда и оттуда отвалить первый выстрел царапина доги сработал я буду его уже рашить с места кидаю гренку надеюсь что он упадет или переместиться дальше не упал дырка не там прыгнул да спрыгнул за дом он пошел в рубашке отсюда что над себя скорее всего будет убегать что опыт бежал ближе дуплет специально для тебя берег всю миссию берег на как ай ты смотри царапину на 7 ты от ним за не убежишь друг убежишь сушки ну минус один товарищ два ранения но минус один плененный два ранения и 2 лемминга и 6 живем но спасибо что смотрели увидимся с вами завтра ориентировочно часов 3 в 4 начнется трансляция приходите спасибо большое что приходите на гг смотрите общаетесь в общем хорошего вечера спокойной ночи увидимся завтра